Английский структурный метод изучения. Структура составления предложений. Урок 61, дробь 1. To swim, swam, swam. Active voice. To swim. Swam. Swam. Swimming. I want to swim. I don't want to swim. Do I want to swim? Yes, I do. I want to swim. Who wants to swim? I do. I want to swim every day. I swim every day. Do I swim every day? Yes, I swim every day. Do I swim twice a week? No, I don't swim twice a week. No, I don't. I swim every day. I swam 3 km yesterday. Who swam 3 km yesterday? I did. I swam 3 km yesterday. Did plus the verb in the first form. Did I swim 3 km yesterday? Yes, I did. Did I swim 3 km yesterday? Yes, I have already swam 3 km. Who has already swam 3 km? I have. I've already swam 3 km. Have I already swam 3 km? Yes, I've already swam 3 km. But when did you swim 3 km? I swam 3 km 2 seconds ago. I began swimming 2 hours ago. I'm swimming. To swim. Every day. Swam. Yesterday. Swam. Already. Swimming. Now. На этом можно было бы закончить наш урок. Но для некоторых нужны объяснения. Давайте послушаем их. Сегодня мы учимся составлять предложения, используя формы неправильных глаголов. To swim. Плавать. Swam. Проплыл, проплыла, проплыли. Swam. Проплывший. Swimming. Плавая, плавающий. Так переводим глаголы сами по себе. Буква V означает глагол. Верб. В первой, второй, третьей, четвёртой форме. Используя первую форму глагола, мы можем сказать Я хочу плавать. I want to swim. Я рекомендую учить первую форму глагола, используя частицу to. Если вы помните, в книгах вы встречаете формы глаголов без частицы to. Swim. Swam. Swam. Но если вы будете учить без частицы to, тогда вы её будете пропускать, когда вы захотите составить предложение. Я хочу. I want. Чтобы составить вопрос, мы используем вспомогательное слово do. Do может быть как глагол, который переводится делать, а может быть как вспомогательный глагол. Я хочу плавать. Do I want to swim? Да. Краткий ответ. Yes, I do. Я хочу плавать. I want to swim. Необходимо сказать, что иногда частица to выпадает после определённых глаголов. Например, Я могу плавать. I can't swim. Я должна плавать. I must swim. Мне необходимо плавать. I should swim. Кто хочет плавать? Надо запомнить, что когда мы используем слово кто, who для составления вопросов, вспомогательные глаголы do, does, did никогда не ставятся. Who wants to swim? Кто хочет плавать? Я хочу плавать каждый день. I want to swim every day. Я плаваю каждый день. I swim every day. Как вы заметили, если я хочу сказать что-то про каждый день, часто, обычно, регулярно, я использую глагол в первой форме. Составляю вопрос, добавляю do, вспомогательный глагол. Я плаваю каждый день. Do I swim every day? Да, я плаваю каждый день. Yes, I swim every day. Я плаваю дважды в неделю. Do I swim twice a week? Нет, я не плаваю дважды в неделю. No, I don't swim twice a week. No, I don't. Нет, я плаваю каждый день. No, I don't. I swim every day. Когда я хочу сказать, что я что-то сделала вчера, три дня назад, три месяца назад, один месяц тому назад, когда есть конкретно дата в прошлом или конкретный день или конкретная встреча, я использую вторую форму глагола. Я проплыла три километра вчера. I swam three kilometers yesterday. Кто проплыл три километра вчера? Вспомогательный глагол did не используем. Who swam three kilometers yesterday? Я проплыла. Краткий ответ. I did. I swam three kilometers yesterday. Я проплыла три километра вчера. Когда мне надо поставить вопрос Я проплыла три километра вчера? Этот вопрос называется Общий general question. Я использую вспомогательный глагол did и первую форму глагола. Did I swim three kilometers yesterday? Я проплыла три километра вчера. Да, я проплыла три километра вчера. Yes, I did. I swam three kilometers yesterday. Когда вы что-то говорите в прошедшем времени и у вас есть слово уже, в английском это будет настоящее время. Я уже проплыла три километра. На данный момент проплыла. И есть результат действия. Это результат в настоящем. Но английский результат в настоящем мы переводим в прошедшем. Они говорят У меня есть на данный момент проплытое три километра. А мы так не говорим. Поэтому английское I have already swam у меня уже есть на данный момент проплытое три километра мы переводим Я проплыла. И заметьте, мы переводим прошедшим временем. Итак, настоящее английское время, которое называется Present Perfect мы переводим прошедшим временем. Я уже проплыла три километра. Кто проплыл три километра? Слово have меняется на has, потому что слово кто, who, относится к третьему лицу единственного числа. А мы знаем, к третьему лицу единственного числа относятся местоимения он, она, оно. На вопрос, кто уже проплыл три километра? Who has already swam three kilometers? Мы отвечаем Я I have Я уже проплыла три километра. И можем слова I have сократить I've I've already swam three kilometers. Общий вопрос. Я уже проплыла три километра? Have I already swam three kilometers? Да, я уже проплыла три километра. Yes, I've already swam three kilometers. Но когда я спрашиваю Когда ты проплыла три километра? Я спрашиваю про факт в прошлом. Что сделала? Проплыла. Когда? Значит, я хочу знать, когда это случилось. В английском факт в прошлом используется вторая форма глагола. Но при вопросе When Когда ты проплыла? Мы используем первую форму глагола. А для ответа мы используем вторую форму глагола. Когда ты проплыла три километра? When did you swim three kilometers? Я проплыла три километра две секунды тому назад. I swam three kilometers two seconds ago. В предложении Я начала плавать два часа тому назад мы используем слово Начинать. Вторую его форму. To begin Began Began I began swimming two hours ago. Я начала плавать два часа назад. I began swimming two hours ago. Слово swimming здесь Есть часть речи герунди. В русском языке нет такой части речи. Мы просто запоминаем. Если у нас в предложении есть слово Начинать To start или To begin Мы используем Герунди. Это глагол с окончанием I-N-G. Но его не надо путать с четвертой формой глагола Swimming Swimming Которая переводится Плавая Плавающий Эта форма глагола Называется Причастие Настоящее время Итак, в английском языке с окончанием I-N-G есть три части речи Герунди Swimming А глагольное существительное Swimming И причастие Настоящее время которое мы обозначили как глагол четвертой формы Swimming В предложении Я плаваю Сейчас Слово Сейчас Now Мы не употребляем Потому что Форма Swimming С окончанием I-N-G Что является четвертой формой глагола У нас И Вспомогательный Глагол Am Показывает Что Это Действие Процесс Происходит В настоящем Времени В данный момент Времени Чтобы составить вопрос Плаваю ли Я сейчас Am Поставим на первое место Я плаваю Сейчас Am I swimming Да Я плаваю Yes I am I am swimming Если в этом видео Я говорю Слишком быстро Или слишком Медленно Для вас Вы можете Регулировать Скорость внизу В правом углу Этого видео Спасибо за внимание Вы были на канале Английский Структурный метод Изучения Успехов В изучении Английского языка Английского языка Английского языка